Есть мглистое, вот такое сиреневое мглистое состояние фона. И этот же цвет всюду повторяется и здесь. Значит, здесь у нас разбавитель. Кисточку там не моем, только маканием берем жидкость. Взяла жидкость, взяла белила, взяла голубенький, взяла розовенький, получился сиреневый. Плюс коричневый, которого нет. Коричневый к сиреневому. Стал грязновато-сиреневый. Узнаешь его, да? Вот этим цветиком сейчас вскроешь все. Пусть мигает то в пользу сиреневизны, то в пользу коричневизны мигает цвет. Полностью избавиться, штрихуя больше в высоту. То есть не в ширину, не в кривкость, а именно в высоту. В высоту. А до какой степени смачивается? Не смачивается сильно, да? Вот приблизительная вязкость, которая нужна. Как бы густоватая сметана. Густоватая сметана полностью избавится. Количество вещества вот такое. То есть ни много, ни мало. А вот здесь светлее не надо внизу? Можешь чуть-чуть светлее, хотя там не светлее. Противные полосы. Помнишь, как я начинал? Помнишь? Вот это делал. Значит, старайся подсматривать, как это делалось, и понимать, старайся понимать, для чего это делалось. Там же нет вот этого доскообразного состояния. Зачем оно появилось? Значит, все, что ты положила, раздавить и лишнюю краску сбрить. К сожалению, положено много краски. Значит, краску можно сбривать. Вот это создать, вот это сбрите. Завести на палитре краски вообще. Белив нет. Потом возьмешь сиреневый. Возьмешь сиреневый. И там, где у нас цветки, штриховательно в эту вязкую среду начнешь набрасывать, штриховательно. Посмотри, уже напоминает идею сирени. Правда? Постарайся, чтобы штриховательное оно может получиться только вот в такую густоту краски. Вот в такую. Оно не может получиться в этом. Поняла, да? Да. Оно просто само получается так, но в такую густоту. Поэтому добиться этого. А было предложено, как делать? Ну, покажи. То есть, был какой-то заказ вот определенный? Ну, был, чтобы вот так вот просвечиваться. Штрих плашмя Мастихином. Заказ был такой. Ты еще сказала, а у меня штриховать почему-то так не получается. И я думал, ты очень хорошо поняла, но просто количество краски нам не дало это делать. Не вот это вот. Вообще. Вот это. Вот оно. Мало того, где пределы букету. Похоже, что пределы никто не планировал рассматривать. У этого букета есть определенная конфигурация. Так можно дойти и сюда. Так можно дойти до всех краев. И толку. Вот эта муть штрихом плашмя Мастихином добивается. Посмотри, какая хорошая муть. Гигантские замесы не делаю. Ни к чему создавать гигантские замесы на палитре. Они только мешают что-либо делать. Потому что ты все время теперь сюда цвет гонишь. Смотри, ты все время гонишь цвет сюда, в эту грязь. То есть чистый цвет ты в принципе уже не можешь добыть. Поэтому эту кашу сдаешь. И когда видишь, что я к тебе приближаюсь, смотришь, есть ли у тебя краска на палитре. Ладно? Потому что вот я пришел, а есть нечего. Вот они, штриховательности. Вот такие. Вот такие. Ну-ка попробуй при мне штриховать. Так. Так. Она вот не идет. Правильно. Сопротивляется. Она получается ровная. У вас получается не разная, а у меня получается прям ровная. Значит, смотри. Ты создаешь амплитуду короткую. Короткую. И немножечко моделируешь. То есть ты не просто водишь. Тебе сказали водить, и ты водишь. Ты немножко смотришь, хотя бы немножко. Смотришь. В эту сторону. И наблюдаешь, что тебе нужно нарисовать. Эта вязкость нас очень устраивает. Это она создает. Вот эти красоты она создает. Вот она создала нам первых красот. Белизна там немножко с желтотой. И ты эту белизну чуть-чуть тоже подштрихуешь в фоновое пятно. Вот такую белизну. Чуть-чуть подштрихуешь. Идея вертикали. У фонового пятна идея вертикали. Возьмешь зеленый. Голубой-желтый. Получился зеленый. Плюс коричневый. Получился чумазенький зеленый. Тот, который нас и устраивает здесь. Немножко угловатостями. Угловатостями. Смотри. Траектория. Траектория движения мастихинов. Вот она. Немножко угловатостями. Стекло это муть, увенчанная бликом. Ноги этих растений. Попытка попасть точно в цвет. К сожалению, ведет вот к этому. Да. Вот это прям можно взять вот этот куст, да, и на нем все время делать, да? То в пользу одного, то в пользу другого. Вместе они начинают звучать нужного цвета. То есть не обязательно домешать до полного. Даже позволить здесь чуть-чуть перемешиваться. Значит, те места, которые тронул я, постарайся уже не трогать. Тренируйся в тех местах, где я не трогал. К белому добавишь зеленцы легкой. Это прикольно? Прикольно. То есть я не гоняюсь за каждой чепухней у него. Я создаю общую идею. Тряпочкой скрутив из нее розочку. Смотри. Чуть-чуть накидаешь вот таких маканий. То есть тряпочку сложить так, чтобы макания были несколько похожи на... Так по всему краю пройти, да? Это вот как торчащие такие, да? Ну вот он. Да, да. Вот они. Прикольно? Отлично. Значит, накидаешь. Здесь тоже накидаешь. Да. Светлых накидаешь в том числе. Там есть и светленькие. Чуть-чуть, чуть-чуть. Только сирень подбирай так, чтобы она давала красивое макание. Чтоб она именно сирень напоминала. Крути тряпкой, крути рукой, чтобы идея сирени все-таки произошла. Ну вот смотри. Всполнить сиренечки. Вот они. Вот они. Вот они. Причем, даже иногда пустым тронуть можно, а добиться результата. Но это не значит, что надо все истыкать. Совсем не значит. Часть тычков произойдет другим способом. вот так. Вот. 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 из стычков произойдет вот так. Стайки выписанных четырех листников. Стайки. Не как комбайн подряд все, а только стаечки. Чуть-чуть. Чуть-чуть. делали. Вот они, четырех листнички. Стайки четырех листников. Вот. 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 Можно заострять. Брать на кончик благородное количество краски. и чуть-чуть уточнительно. Но не все затыкиваем, а только такими, как бы, периодическими, да, островочечками этими. Вот они. Вот они. Вот они. И красота. Ты понимаешь? Я стараюсь. Так. С листиками разобрались. И чтобы стекло было стеклом. Да, блик, естественно. Немножечко, да, мутный характер мы уже положили. Чуть-чуть отчертишь. 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 Телемwatch. И бликанешь. Ну, к примеру, можно так. Заметила, что там и белое есть. Но тогда ты должна заметить, что там и теневые есть. Я пыталась. А ты их не заметила. Я пыталась. Вот. Поэтому у тебя она странного вида. Она черемуха или еще, я не знаю, какие это цветы. Какие цветы? Но только не сирень. Вот сирень. Она и белая в тени, не белая. И у нее не одиночные вот эти чвякочки, а довольно цельные освещенные бока. Бока целые освещенные. Ты видишь, бока, бока. И не белый, а не белый. И здесь. Делаешь не в том, что второй раз в жизни. А в том, чтобы ты поняла идею. Потому что ты же отстаивала эту голимую идею. Так все поступают. Очень много на вернисажах вот такой невкусности. Ну, людям нравится. Особенно женщинам. Но нам нет у нас права рисовать лубочно. Ты понимаешь? Вместо вот этих. То есть это довольно... Ну, это примерно так же, как и здесь. Крупно. Крупно. А вот можно вот тут дальний сделать вот таким размойком. Вот этот. Да. Значит, у нас еще... Еще надо подкидать. А, смотри, оно там все в этих цветочечках. Чуть-чуть все в цветочечках. Не белый. Не белый. А это плюшка чем эта кровать? Не белый. Ты видишь? Молодец. Видеть можно, сделать нельзя. Руки-то не могут. Там же есть не только светлые. Там есть и темные на светлых. Ну, так, во всем случае, я вижу. Вот как мы там сделаем такое вот. Понимаешь? С техенчиком, да? Угу. Прикольно. Убрать лишнее остается в силуе. Смотри. И лично. Я тут ваши дети в руки засыпаюсь. И у нас появляется снова, возвращается в картину ритм этот, да, вертикальный. Как бы... Стекает. Стекательность. Ну, и теперь, наконец, самый светлый, который ты там разглядела, уже вырисовывательный, да? Вместе с этими четырех листниками. Стайко-образно. Это вкусненько, да? То есть, разница между тем белым, вот она, и белым, художественно решенным, да? Да. Мало то, что этот белый зеленик. Зеленик, ты же его сделала сиреневым. А он зеленик. Вот они, пару лепестоников. Вот эти вот даже малые количества прописанного дают ощущение, что мы выписали все. Ага. А мы там вообще ничего не выписывали. Балавнулись чуть-чуть и побежали. А ощущение, что выписывали. И у них, смотри, освещены бачки. Да. Не все подряд освещено, а именно бачки. Причем бачки, которые освещены с этой же стороны, что и кувшин. Не с какой-то другой. Может они с этой освещены. Ну, я понимаю. А я вот так думала, что с этой как бы здесь вот все осветляло. А здесь получается все темное. Получается, что с этой стороны свет. Нет. Можешь свет поставить и на другую сторону. Важно, чтобы это было с одной стороны вместе с бликом. Вот они. Смотри, чуть-чуть и здесь тоже. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот они. Маленько дай. Плюс у нас есть очень вкусные места белого, которые вот так нахально заходят в картину и являются некоторыми отвлекухами от невыписанности. На фон этого выходят тоже выходят цветочечки. Это прикольно. Плюс немножко розовеньких Живой чайник, например. А в среду у вас тоже занятие, да? Да. Вот эти отвлекухи от невыписанности. Они создают общий мерцательный характер. И зритель уже не должен придираться, что мы не вырисовывали. Мы не потому что ленились, а потому что у нас вот такая затея. Так, зеленый здесь хорошо висит. Здесь у меня, честно говоря, тоже никаких претензий к этому месту нет. Такой оживляющий можно поставить лепесток. Так. Прикольно? То есть вместо того, чтобы еще лепестки ставить, не до зрелости этих цветков. Ну вот так вот.